Я за Россию. Я за свою страну. У нас одна Россия. У нас вопрос, что делает казачество, что делает и вы. Вот тут, по-моему, представители казачества. Будет у развала государства. Может быть, и другим методом решать эти вопросы, а не собираться. Что вы будете делать здесь? Слушайте, будьте внимательны. А просите, кого вы представляете. Здравствуйте, это радио Свобода. Мы видим прямую трансляцию. Можете объяснить, как вы сюда попали и что вы здесь делаете? А почему такой вопрос, что я попал? Я наружу в своей стране. Ну, я имею в виду на Манежную площадь. На Манежную площадь? А я вот приехал посмотреть, что здесь за митинг. И кто хочет развал от страны? Что, Украины хотим? Вам удалось выяснить, что здесь за митинг? Я не знаю. Я хочу увидеть Навального, который под арестом находит и прибыл сюда, нарушая закон Российской Федерации. А вы уже видели его, да, или еще не видел? Еще не видел, сейчас увижу. Так, представьтесь, пожалуйста. И Саул Барфенов. Вы приехали из другого региона России? Нет, я не из другого региона, я москвич, коренной. Понятно. А вы можете что-то сказать? Я? Да, пожалуйста, скажите. Я за нее все сказал. Она со мной. Нет, я одну фразу могу добавить. Да, конечно, пожалуйста. О том, что люди, которые сейчас кричат казакам ряженые, мы просто глубоко не правы, потому что казаки это Россия, с казаков начиналось, ну, может быть, так громко сказано, Россия, да, и то, что здесь находятся казаки сейчас, по-моему, в этом абсолютно ничего удивительного нет. Это именно казаки должны сейчас здесь находиться, потому что казаки сейчас охраняют порядок общественный, если вы знаете, если вам это известно, да, в Москве. Вот, это центральная казачья войска. Ваше отношение к Алексею Навальному, вы что-то знаете про этого человека? Ну, это я хочу оставить без комментариев. То есть вы разделяете его убеждения, не разделяете? Я хочу оставить это без комментариев. У меня здесь другая цель. Как вас зовут? У тебя имя хотя бы? Татьяна.